Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Сегодня мы хотим рассказать вам об одной из интереснейших стран Европы – об Австрии. Австрия – родина великих музыкантов и композиторов. Страна, где высокая культура соседствует с прекрасными горными пейзажами и замечательной гастрономией. Если вы еще пока мало знаете об этом государстве, то несколько интереснейших фактов помогут поближе познакомиться не только с географическими особенностями здешних провинций, но и с богатой на события истории региона. Австрийский государственный флаг считается одним из самых старых в мире. Еще в далеком 1191 году герцог австрийский Леопольд V ходил с ним в третий крестовый поход. Флаг появился в XII веке. По легенде, Леопольд V во время битвы испачкал белую одежду в крови. После победы австрийцев Леопольд снял тунику и увидел на ней пятна, складывающиеся в рисунок современного австрийского флага. С 2011 года австрийский гимн немного изменился, и если раньше там была строчка «Ты родина великих сыновей», то сейчас к этой строке добавлены слова «и дочерей», что подтверждает равноправие мужчин и женщин. Среди всех иностранных языков, которые учат австрийские студенты, русский занимает третьей популярностью места, уступая лишь английскому и французскому языку. 90% австрийцев общаются на немецком, который является официальным в стране. Однако следует упомянуть и славянский, хорватский, венгерский языки, которые являются официальными в Каринтии и Бургенленде. Австрийская молодежь активно изучает французский и английский языки. Австрийские дети учатся кататься на лыжах раньше, чем ходить. Поскольку Австрия является самой горестой страной Европы, 62% ее площади занимают знаменитые Альпийские горы, здесь созданы прекрасные возможности для горнолыжных видов спорта. По количеству подъемников Австрия занимает третье место в мире. Если вы спросите у австрийцев, чем они любят заниматься в свободное время, то сразу услышите ответ – кататься на лыжах. В Австрии на горнолыжных курортах возле подъемников достаточно часто можно увидеть малышей с оской во рту, которые еще не уверенно ходят, зато уже смело стоят на лыжах. Не можем не согласиться, для детей лучших горнолыжных курортов и не придумаешь. Около 50% австрийских мужчин и 20% женщин имеют избыточный вес, однако только 8% страдают ожирением, и это самый низкий показатель в Европе. Детские дома в Австрии отсутствуют, так как отказных детей почти нет, и если есть, то им быстро находят семьи, а дети из неблагополучных семей живут в специальных детских деревнях. Там они собраны семьями от 3 до 8 детей и 2 родителей. Если у их настоящих родителей все приходит в норму, то детей обязательно возвращают в родную семью. В описании под видео вы найдете информацию о том, как получить бесплатную консультацию о возможности стать гражданином Евросоюза. Если вы всегда мечтали побывать на балу, то Австрию определенно стоит посетить в январе-феврале. В стране в это время царит бальный сезон, причем проводятся как классические балы, так и маскарады, карнавалы. Венская академия художеств однажды отказалась принять на обучение молодого художника по имени Адольф Гитлер. В 1907 году из 128 претендентов, 100, среди которых был и Гитлер, не поступили. На конкурс с Гитлером были поданы работы изгнаний из рая, строителей и смерть. Адольф Гитлер был рожден в австрийской деревне Хансхофен. В Австрии родились многие известные композиторы классической музыки, такие как Шуберт, Моцарт, Лис, Штраус, Малер и многие другие. Поэтому для увековечивания их имен здесь постоянно проводятся музыкальные фестивали и конкурсы, куда съезжаются меломаны со всех уголков мира. В Австрии можно побывать в самой большой ледяной пещере в мире – Айс Ризенвельт. Приблизительно в 40 километрах к югу от Зальцбурга, в горе Хохгогель, находится это чудо природы. Самая большая ледяная пещера в мире поражает своими размерами. Длина ее 42 километра, глубина 407 метров, а объем ледяных наростов на ее стенах и сводах превышает 30 тысяч кубометров. Популярность этого природного шедевра просто зашкаливает. Ежегодно она привлекает примерно 200 тысяч туристов со всех уголков нашей планеты. Кстати, если вы тоже захотите увидеть пещеру своими глазами, учтите, что Айс Ризенвельт можно посетить с 1 мая по 26 октября каждого года. Австрия – одна из немногих стран, где не поддерживают развитие ядерной энергетики. Страна не имеет атомных электростанций и остается против атомной энергетики. Самая красивая дорога Австрии имеет 36 поворотов на 180 градусов на протяжении 48 километров. Это панорамная дорога Гроксглонер-Хохальпенштрассе. То, что мы рассказали, это лишь небольшая часть истории современной жизни этой замечательной страны. Как видите, Австрия не перестает удивлять нас своими интересными фактами из истории, многовековыми традициями и современной жизнью. Это страна, в которую хочется возвращаться снова и снова, чтобы каждый раз открывать новые завесы неизведанного. Если было интересно и познавательно, то поставить лайк желательно, а также нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан – много вкусного контента. Продолжение следует...